Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Я рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление, говорим, куда инвестировать в эти непростые времена. Тема сегодняшнего видео заключается в том, что типичная ошибка начинающего инвестора. То есть, когда инвесторы только-только, ну, по каким-то причинам приходят все-таки к тому, что нужно инвестировать на фондовый рынок, возникает вопрос, что купить. Что купить, потом как купить, но всегда интересует, что выбрать, что купить, во что непосредственно инвестировать. Мне в этом видео сегодня немного поможет Мария, потому что она недавно стала инвестором и говорит, что она купила акции от нефти и начинает испытывать вот эти первые эмоциональные ощущения, связанные с американскими горками, то вверх, то вниз. Ну, и вот с горящими глазами сообщила, что акции выросли, да, и у нас возник очень интересный разговор, которым бы хотелось поделиться. С ответом на вопрос, зачем ты покупаешь компанию? То есть, какие принципы, основополагающие принципы, на мой взгляд, нужно использовать, нужно держать в голове, когда ты приходишь на рынок. Все, ты прошел все шаги. Тебе продали историю, что нужно инвестировать. Ты открыл брокерский счет, завел денежные средства. Все, момент истины, да, то есть, вот они деньги, вот они на счете, вот перед тобой торговый терминал, вот тебе тут же в приложении брокера сыпется куча инвестиционных идей, что купить, зачем купить, на какой срок купить, да, и начинается, а что купить, а сколько, а вот у меня там 100 тысяч, да, вот эту акцию, на сколько купить. Вот эти вот вопросы, они периодически возникают, и если это про вас, если это про то, что вы действительно находитесь в такой истории, а что же покупать и какими принципами руководствоваться при покупке. Давайте об этом сегодня поговорим, потому что тема, на мой взгляд, очень интересная, да, и развивающая история, именно развивающая история мышления. Здесь будет и про эпоху, в которой мы живем, и про критерии выбора компаний, и, соответственно, зачем же мы все-таки это делаем, да, и каким образом оценивать компанию, оценивать перспективы компании. Смотрите, а мы продолжаем. Что такое бизнес? Бизнес – это создание прибавочной стоимости. Вопрос, сколько прибавочной стоимости тебе, как капиталисту, этот бизнес создает. Была сельскохозяйственная эпоха, была индустриальная эпоха, сейчас мы находимся в постиндустриальной эпохе. То есть нефтяные компании – это компании, относящиеся к индустриальной эпохе. То есть, если, например, ты говоришь, я буду добывать нефть, и я буду строить бизнес по добыче нефти. В этом случае получается, что это может сделать каждый. Собрать капитал, найти инвестиции, да, и закупить буровое оборудование, купить лицензионный участок, разрабатывать его. И получается, что в мире такие компании, то есть они создают идентичный продукт, абсолютно идентичный, при прочих равных условиях. То есть есть определенный состав нефти, где-то она более тяжелая, где-то она более легкая. То есть это вопрос тяжелой, тяжесть, легкость, да, то есть сколько у нее там условно тяжелых фракций, сколько легких фракций. Если легкие фракции – это, соответственно, более маржинальные всякие бензины, керосины, дистоплива, да, тяжелые фракции, мазут, гудроны и прочее, да, что используется. Но сама по себе, когда торгуют баррелем нефти, откуда этот баррель нефти будет добыт в Саудовской Аравии, в России или в Норвегии или в Америке, в Техасе, в принципе без разницы. Есть различные сорта VTI бренд, но в принципе это нефть. И поэтому получается, так как организовать ее достаточно легко, компания работает на очень низкой марже, высокой конкуренции. Конкуренция в этой области очень высокая. Из-за того, что высокая, из-за того, что туда все могут прийти, тем более, когда цены на нефть начинают расти, все больше разрабатывают. И получается, тебе, чтобы продавать, ты должен снижать свою маржинальность. И ты конкурируешь уже не по цене, ты не можешь на рынке конкурировать по цене, ты не можешь прийти, как бы на полицию сказать, а вот цена будет такая. Потому что придет кто-нибудь из Америки, производитель скажет, а я готов дешевле продавать. И поэтому начинается конкуренция по издержкам. То есть, например, чтобы добыть сланцевую нефть, тебе на один баррель нефти нужно произвести 60 долларов затрат на баррель нефти себестоимость добычи. И поэтому, когда у тебя нефть уходит за 40 долларов за баррель, у тебя убыточно начинается твой бизнес. Да, когда цена будет 200-300 долларов за баррель, там все захотят производить, и тогда у тебя возникает ситуация, что все захотят производить, и ты через 2-3 года окажешься, что у тебя будет куча людей, особенно в Америке, которые бегают по участкам и добывают сланцевую нефть, потому что у нее себестоимость 60-80, а по 300 продают. Это цикличность и низкая маржинальность, то есть любое неблагоприятное развитие событий, экономический кризис, спад, падение спроса на нефть и все, а ты, чтобы это сделать, взяла кредит, банкрот. И вторая история, например, приходит Apple, который относится к компаниям постиндустриальной эпохи, и Apple говорит, ребят, телефон стоит 1000 долларов, хотя себестоимость 100, но объем потребительских качеств, которые обладает этот телефон, да, сочетание его железа, его программного обеспечения, его экосистемы, которые он вместе с собой приносит в вашу жизнь, да, ценность тысяча. Хотите платить, не хотите, до свидания свободным, видите, покупаете Samsung, Huawei или еще что-то. То есть ты начинаешь конкурировать по цене, причем ты сам назначаешь цену, у тебя настолько уникальный продукт, что его никто не может повторить, как бы ни пытались. Когда ты, например, производишь какое-нибудь инновационное лекарство, которое излечивает одну инъекцию от смерти, ну от смертельной болезни, но эта инъекция стоит миллион двести, одна. Ты говоришь, миллион двести живешь или не платишь, не живешь. И я не буду тебе продавать это даже за миллион, потому что я это продаю за миллион двести. Хочешь, покупай, не хочешь, не покупай. И ключевое здесь является вот эта вот инновационность, да, невозможность повторить постиндустриальный, да. И люди платят столько, сколько, то есть компания сама диктует условия. И в этой связи, соответственно, тогда я тебе говорю, что лучше покупать. Акции Татнефти, которые находятся в конкурентной среде и только на территории России, ты получаешь там как минимум 5-6 конкурентов, не говоря уже о глобальной конкуренции. Или ты, например, покупаешь Сбербанк, который уже из банка превращается в полноценную экосистему, которая тебе дает не только банковскую карточку, не только живет на большой разнице процентной маржи от стоимости фондирования денег до стоимости выдачи кредита, сколько он на этом зарабатывает. Он тебе еще продаст страховку, страховку твоей кредитной карточки, страховку по ипотечному кредитованию, ипотеку тебе выдадет, кредитную карточку выдадет, автокредит выдадет, подключит тебя на Сбермегамаркет, даст тебе сервис ОКО, предоставит Сбербанк Мобайл. И, соответственно, все, он тебя привязал, и ты туда уже, в принципе, уже сдернуться не можешь, да, и ты постоянно сидишь, и тебя как дойную корову он дует. Причем в каждом из продуктов наценка, чистая прибыль с каждого проданного продукта у Сбербанка составляет 40%. То есть ты заплатила там, условно, за годовое обслуживание 1000 рублей карточки, но должна понимать, что 400 рублей это получили акционеры Сбербанка. И тогда возникает вопрос, у тебя в портфеле что за бумага, Татнефть или у тебя бумага Сбербанка в портфеле? Опять же Яндекс, то есть вся наша жизнь проходит, ну не вся наша жизнь, там, я не знаю, сейчас как минимум 1-2 трети времени, да, проходится в интернете. Есть, по сути, монополист, да, который тебе там поисковые машины, карты, да, то есть ты садишься в автомобиль, у тебя Яндекс.Навигатор, ты заказываешь еду, у тебя Яндекс.Доставка. Ты что-то ищешь в интернете, у тебя Яндекс. Ты хочешь что-то продать в интернете, у тебя опять Яндекс. Ты, не знаю, там, хочешь недвижимость выбрать, у тебя Яндекс.Недвижимость. Ты хочешь машину купить бушную, у тебя автору. И получается, что ты как не посмотришь, да, то есть что бы ты ни сделала сейчас в интернете, куда бы ни пошла, у тебя всегда стоит рядом Яндекс. Причем он постоянно собирает информацию о тебе, а это тоже стоит денег бешеных, которые он потом перепродает. И ты для него являешься ценностью, вернее ценностью являешься для какого-нибудь потребителя. И тогда возникает вопрос, если все-таки посмотреть на 20 лет вперед, что в портфеле нужно держать? Татнефть, Яндекс или Сбербанк? Инвестировать в технологии, а не в ресурсы. Нет, ну здесь нужно всегда соблюдать баланс. То есть мне постоянно это бесит история, да, когда люди, вот сколько я там последнее время не записывал видео, да, я не знаю, почему вроде складывается ощущение, что нужно выбирать крайности. Мы опять приходим к книжке Насима Талеба, да, «Черный лебедь под знаком непредсказуемости», когда люди выбирают крайний стан вместо среднего стана. Но опять-таки доля той же самой нефти сейчас в мировом производстве, в объектах материального мира, телефоны, техника, машины, станки, производство, пищевая промышленность, различного рода ингредиенты, присадки, пищевая промышленность, химическая промышленность, фармацевтическая промышленность, косметология, пластмассы, да, то есть химия, нефтехимия, да. То есть доля нефти, ну то есть доля продуктов нефтехимии, она очень высока. Просто нужно понимать, что в этом случае какую ты компанию покупаешь. То есть опять, если купили Татнефть, ну ты посмотрел, какая долговая нагрузка Татнефть, ты посмотрел, какая у нее рентабельность, да, ты посмотрел, что у нее с выручкой происходит, как она с дивидендами обходится, сколько размер чистой прибыли направляется на выплату дивидендов, да. То есть нужно это непосредственно понимать. Потому что может быть нефтяная компания, которая там, я не знаю, стартап и закредитовалась, и у нее высокая кредитная нагрузка, изменение процентной ставки просто приведет к банкротству этой компании. А есть компания, которая сидит очень давно на ресурсах, на ресурсной части, которая еще там в Советском Союзе была, да, открыта, которые просто разрабатываются. У них классические там нефтяные скважины, да, в песчанике, которые дебютуют 30, 40, 50 лет. То есть им, по сути, затраты не нужно производить. Кто геологоразведку производит? И поэтому тогда тоже нужно выбирать, да, то есть исходя из этих показателей. То есть мы смотрим на компании не как в казино, когда ты приходишь на рулетку и выбираешь, куда поставить. То есть вариант номер один – выбрать какую-то конкретную историю. Если вы идете с этой позиции, я вам говорю, лучше тогда покупайте индексные фонды. Потому что вы закрываете сразу весь стол. Если вот такая дурацкая метафора, не совсем применимая, потому что все-таки в рулетке там отрицательное мат-ожидание за счет того, что все введен в сектор zero. То есть это не черное, не красное, это не чет, это не нечет, это просто zero, это ноль, да. То есть он, соответственно, вот этот вот сектор zero, он сводит мат-ожидание, математическое ожидание в отрицательную сторону. Поэтому даже по математике, по мат-ожиданию нельзя все время выигрывать в казино. Ну, в рулетке, в рулетке, не в казино, в рулетке непосредственно. На рынке немножко по-другому, да. То есть можно купить широкий индекс, можно поставить сразу на все акции, вложив, я не знаю, там тысячу рублей в какой-нибудь индексный фонд. И в этом случае ты сразу купишь все акции, которые имеются. Или разбираться, да, то есть превратить это не из казино, превратить это, что я предприниматель, я капиталист, я инвестор, у меня есть деньги. Я прихожу на рынок, и на рынке стоят куча продавцов, которые говорят, в случае дорогой, купи, пожалуйста, нефтянку, купи металлургов. Есть вот замечательный, абсолютно свежий банковский сектор. И ты сидишь, окей, банковский сектор, что он мне создаст в долгосрочной стоимости, да, то есть какая у него рентабельность, что у него с долгами. Нефтянка, что сейчас происходит с ценами на нефть, цикличный сектор, не цикличный сектор, как он завязан на внешней торговле, как он завязан на валютных рисках. Металлурги, что в них хорошего, в чем у них какое преимущество. И берешь, выбираешь, и по-хорошему на самом деле, да, то есть должен быть салат. А не брать одни помидоры или одни огурцы, да, только Сбербанк, только Татнефть, только, я не знаю, НЛМК. То есть должно быть все. И поэтому опять не крайний стан, а средний стан, то есть мы покупаем все. Нужно смотреть технологические компании, просто компании постиндустриальной эпохи, их очень легко идентифицировать. Создает ли компания продукт уникальный, когда она может определять цену и потребитель с этого никуда не слезет. Это может быть или монополист, естественная монополия, да, то есть отделение Сбербанка в каком-нибудь райцентре, где вообще нет никаких банков больше. Да, в Москве ты можешь дистанционно открыть любой банк, тебе приедет курьер, привезет карточку, и ты подпишешь договор. Но если ты живешь в каком-нибудь районном центре или деревне, в райцентре, где есть только одно отделение Сбербанка, то есть по сути по России ты монополист. То есть Сбербанк говорит, что вот будет так, и я бы, может быть, хотел не платить комиссию за оплату штрафов условно, да, находясь в Сбербанке онлайн даже, если я откроюсь. Например, имея другой какой-нибудь банк, который проводит эту операцию без комиссии. Но у меня нет такой возможности. И опять тогда очень легко можно считать, что если у нас там по последней переписи населения, население России 135 миллионов человек, мы можем взять Москву 10 миллионов, мы можем взять Питер 3 миллиона, мы можем взять города-миллионники, да, на города-миллионники в общей сложности придется, не знаю, там 30-40 миллионов населения, да. Вопрос, где живут остальные там 80-90 миллионов? Они живут в регионах. Причем они вынуждены пользоваться какими-то определенными историями, да, которые там они по факту своего нахождения, потому что когда, например, я не знаю, какой-нибудь коммерческий банк задумывается на эту тему, а не открыть ли мне филиал в Богучаре, в скаморайоне Воронежской области, а какое у него население? 38 тысяч человек. Окей, сколько трудоспособного населения? 50 процентов, да, там 20 тысяч человек, да, которые будут пользоваться услугами. Окей, 20 тысяч человек, а сколько мне стоит открыть филиал? Сколько мне стоит все это делать? Сколько мне стоит туда курьеров направлять, чтобы этим 20 тысячам? А нет, я разве что мне потом это делать? Нет, это не рентабельно, нет, не выгодно, да, то есть он, соответственно, туда не идет. Просто вокруг себя посмотреть, где есть вещи, которые вплоть до того, что тебе не нравится продукция, тебе не нравятся какие-то оказываемые услуги, но при этом ты вынужден ими пользоваться, потому что у тебя нет какой-либо альтернативы. Это первый вариант. Или когда компания предлагает такой продукт, и он настолько уникальный для тебя, что ты говоришь, что пофиг на цену, я его хочу, я его буду покупать. И тогда, во-первых, тогда возникает вопрос, а что это за компания, а находится ли эта компания в рамках публичной торговли где-нибудь, торгуется ли она, можно ли стать акционером этой компании. Если можно стать акционером, она должна раскрывать информацию, корпоративную отчетность, посмотреть, что у нее с балансами, что у нее с выручкой, что у нее с маржинальностью, что у нее с темпами роста этой выручки, каков у нее срок покупаемости, отношение цены компании к уровню продаж годовых. Исходя из этого, соответственно, посмотрите, прикольный бизнес, оказывается, я не один такой. Я действительно, это компания, которая вроде бы и дорого продает, но я готов платить эти деньги, потому что мне нравится. Вот как бы два варианта. Первое, естественная монополия, которой платишь, потому что вынужден платить, и сколько скажешь, столько и заплатишь. Примерами в России кто могут являться? Опять-таки поставщики газа. Самый Газпром, там больше это регион газа, да, то есть. Они тоже отдельно торгуются на бирже, которая доставкой занимается. Посмотрите в этом направлении. Электроэнергия. Опять же, электроэнергия, ты можешь отказаться? Сказать, слушайте, мне не нравится цена, по которой вы мне там отгружаете электроэнергию, я хотел бы в два раза меньше платить за электричество. Можете вы это сделать? Не можете вы этого сделать? Вопрос, кто занимается транспортировкой электроэнергии и доставкой до вас? Опять, есть энергосбыты, частично торгуются на рынке. Есть крупные стратегические операторы, которые занимаются транспортировкой электроэнергии. Посмотрите в этом направлении. Те же самые Россети, ФСК ЕС России. Что это такое? Какая у нее рентабельность? Что у нее с операционным потоком? Кто занимается генерацией электроэнергии? Генерация ограничена. Ограничена цена, которую оптовый рынок могут отдавать. Есть согласованные с государством тарифы, которые могут повышать. А вот эти могут изменять линейку какую-то тарифную. В таком ключе, соответственно, и происходит размышление. Прекращать, в конце концов, нужно историю с казино. Потому что казино А – это крайний стан. Б – на одну чашу весов ставишь весь свой капитал, не понимая, выиграешь это или не выиграешь в долгосрочном периоде. Превращайте это в полноценные инвестиции. Покупайте бизнесы. И опять-таки, бизнесы смотрите на финансовые показатели. С позиции «Какой денежный поток я покупаю?» Не сколько в прошлом году, на сколько выросла акция, а каков размер денежного потока я покупаю прямо сейчас. То есть, если я плачу 100 рублей за какой-то актив, который мне сгенерирует эти же 100 рублей в следующие 5 лет, то есть у меня окупаемость инвестиций 5 лет. Сейчас вообще уникальная ситуация. Сейчас инструменты с фиксированным доходом дают купоны 16-17%. Да, это не ОФЗ, это облигации более высокого кредитного качества. Но опять-таки, что такое купонная доходность 16%? 80% за 3 года. Ну, то есть, если я сейчас в облигацию вкладываю 1000 рублей и доходность к погашению, она гасится через 3 года, доходность к погашению составляет 16%. То есть, получается, что через 3 года я получу 810 рублей купонного дохода. Ну, 810 рублей не купонного дохода, а 810 рублей доходности итоговой. Получаю купоны и реинвестирую их. Не считая того, что эта облигация еще в цене может вырасти, если центральный банк снизит процентную ставку. То есть, получается, я могу в облигациях за 5 лет окупить вложение, а люди покупают недвижимость, в которой вложение окупается 20 лет, 30 лет, 40 лет, 60 лет. В этом доме инвестиции, если его покупать по рыночной цене, да, у него инвестиции окупятся там более чем за 80 лет. 80. Размер денежного потока, который получают собственников от аренды за этот дом, к цене этого дома составляет 80. То есть, при прочих равных условиях можно было бы этот дом продать со скидкой даже 30%, положить эти денежные средства в облигации и получить еще столько же, еще столько же через 3 года в облигации. То есть, пускай продадут не за 350 миллионов, да, пускай продадут там, ну, окей, за 235 миллионов. Но у них, соответственно, через год будет еще 235 миллионов. Почти полмиллиарда с недвижимостью. Каждый выбирает, соответственно, свою историю, как это делать, да. Всегда нужно смотреть, какой денежный поток вы покупаете. Покупаешь недвижимость, окей, какой я денежный поток покупаю. Если я покупаю для себя, тоже вопрос. То есть, ты все равно покупаешь денежный поток. Просто этот денежный поток какой был, если ты для себя купил недвижимость, ты покупаешь денежный поток, который ты не будешь отдавать дяде, если будешь арендовать эту недвижимость. Если я покупаю облигацию, окей, какой денежный поток я покупаю? Если я покупаю акцию, какой денежный поток я покупаю? А, денежный поток по дивидендам, дивидендную доходность, текущую форвардную можно посмотреть в любой отчетности. Второй, денежный поток, который я покупаю, исходя из того, что с выручкой компании, как она растет, какая маржинальность бизнеса, прогнозирование, дисконтирование денежных потоков на будущее, сколько она сможет сгенерировать. Исходя из этого, я понимаю, опять же, приводил пример, когда было IPO Facebook, и Facebook оценили в 100 миллиардов долларов. При этом компания зарабатывала 1 миллиард долларов чистой прибыли. О чем это говорит? Это говорит о том, что люди, которые участвовали на IPO, они соглашались с тем, что они сейчас покупают эту компанию за 100 миллиардов, и их инвестиции, при условии, что у Facebook не будет меняться чистая прибыль, окупироваться будут 100 лет. Ну, то есть у компании чистая прибыль миллиард, заплатить за нее нужно 100 миллиардов. Но когда Facebook говорит, я миллиард зарабатываю вот так, а еще год назад я ничего не зарабатывал, а через год я буду зарабатывать 2, а через 5 лет я буду зарабатывать 10 миллиардов. То есть, следующий год я заработаю 2, через год я заработаю 4, 2 плюс 4, 6. Еще через год я заработаю 8, 6 плюс 8 получается 14. Еще через год я заработаю 10, 24. А еще через год я заработаю 20 миллиардов, 44 миллиарда. И тогда получается, что сейчас с позиции фундаментального анализа цена-прибыль компании не привлекательна, не интересна, но есть понятная прозрачная модель, что как эта компания в следующие 5 лет доведет свою выручку до 20 миллиардов долларов. И тогда я покупаю будущие денежные потоки, сейчас, да, я плачу 100 миллиардов, которые мне за 5 лет сгенерируют 50 миллиардов, как минимум, денежных потоков. Среднегодовая доходность, без капитализации 50%, разделить на 5 лет 10% годовых. При средней доходности американского рынка 8. Интересно. Так самое главное, когда компания будет генерировать прибыль в 20 миллиардов долларов в год, она не будет стоить 100 миллиардов. Потому что тогда цена 100 миллиардов разделить на 20 получается 5. А стандартное значение для американского рынка находится 25. Цена этой компании будет в 5 раз больше, то есть не 100 миллиардов, а 500 миллиардов. Как инвестор тогда я понимаю, что я сейчас, пускай я один это все купил, весь Facebook, да, я заплатил 100 миллиардов. За 5 лет я, во-первых, получил 50 миллиардов купонов, дивидендов, прибыли, да, которые заработала компания. Выросло мой капитал. И второе, компанию переоценили. Она сейчас стоит уже не 100 миллиардов, а 500 миллиардов. То есть таким образом у меня капитал за счет переоценки вырос в 5 раз. И еще купонный доход я получил 50%. И тогда понятно, люди, то же самое Алишер Усманов, когда участвовал в IPO в Facebook. То есть подход был вот такой, что да, Баффет, возможно, может быть и не купил бы эту историю. Но люди, которые дисконтируют денежные потоки, говорят, ну слушайте, это понятная бизнес-модель и понятно, где она будет монетизировать. Она будет перепродавать данные пользователей. Если сейчас она только это начинает, а через 5-10 лет все будут пользоваться, всем будет запрос. Она будет, по сути, монополистом по этим данным. Она будет эти данные продавать очень дорого. Она может и 50 миллиардов в год зарабатывать. Да, тогда имеет смысл покупать. Все. Друзья, такой вот у нас получился интересный разговор. Я больше терялся мнением. Ни в коем случае я не хочу, чтобы вы расценивали это видео, как я даю рекомендации покупать какие-либо акции. И упаси вас Бог сейчас открывать терминалы, покупать те истории, которые мной были названы. Я хочу, чтобы вы все-таки руководствовались принципами. И то, к чему я призываю сейчас, то есть первое, уйдите для себя, в принципе, как для инвестора, пожалуйста, сейчас это особенно важно. Уйдите со стороны Крайнестана, когда вы выбираете что-то одно в надежде очень много заработать. Потому что, еще раз, в надежде что-либо заработать, на одной чаше весов потенциально лежит высокая доходность. На обратной чаше весов, то есть рынок это всегда весы, да, то есть это чаша. Если вы покупаете или продаете, на обратной стороне все равно существует контрагент, кто вам покупает или продает, да. И поэтому, получается, вы что хотите, в принципе, находиться, чтобы ваш капитал и ваш успех и прирост вашего капитала, вот давайте представим визуальные весы, да, чтобы они постоянно у вас вот так вот ходили и находились в дисбалансе, да, кинули одну гирьку, с противовеса абсолютно никакого нет, у вас ушли вниз. Вы кинули чуть-чуть побольше, чтобы уравновесить, да, и вот вы находитесь в этой истории, потому что это, по сути, есть нахождение в стане Крайнестана, когда вы что-то выбираете одно, только недвижимость, только облигации, только акции, только российский рынок акций, только золото, только сырьевые товары, да. И поэтому, получается, что вы, когда это делаете, это сопоставимо с того, что вы на чашу весов, да, вот эту вот одну гирьку кладете. Вторым примером я привожу штангу, да, вот представьте себе, что вы пришли в тренажерный зал, легли под штангу, да, и вам накидали, соответственно. С одной стороны только повесили все блины. Вы сможете поднять или не сможете? Сможете. Сможете когда? Когда не очень много, да, и вы физически можете вытянуть одной рукой это. Второе, соответственно, когда будет много, и я про что говорю, то есть пока маленький капитал, это вот та же самая штанга, да, то есть у вас гриль весит там условно 10 килограмм, да, и вам повесили блинчик там 5 килограммов. Вытяните вы одной рукой, вытяните, вам еще туда повесят 10 килограмм, уже будет тяжело, вы будете прилагать очень большие. Еще 10 килограмм, и вот у вас на одной руке с одной стороны висит 50 килограмм. Что это такое? Это только доллар, это только акция Татнефти, это только акция Сбербанка. Я вам поэтому и говорю, да, то есть придерживайтесь вот этого баланса, да, то есть у вас всегда должны быть активы с отрицательной корреляцией. У вас должны быть и акции, и облигации. У вас должны быть и инструменты фондового рынка, и инструменты недвижимости. Что касается вопроса выбора акций и облигаций, у меня есть для вас два предложения. То есть первое, что я хочу сказать, есть флагманский продукт, миллион долларов за 8 долларов в день. Мастер-класс бесплатный, двухчасовой, соответственно, на котором я рассказываю, каким образом я создаю долгосрочный капитал для своих детей. Каждым из пяти детей, да, то есть в общей сложности у меня большая цель создать капитал в 5 миллионов долларов. Как я это делаю, какие инструменты использую в бесплатном мастер-классе, который вы можете посмотреть, пройдя по ссылке внизу данного видео. Второе, у нас есть замечательный продукт, который позволяет инвестировать в облигации. Мы тоже сегодня немного коснулись вопросов облигации. И сейчас действительно в России уникальная история, связанная с тем, что можно взять хорошего качества облигации и сформировать для себя долгосрочный инвестиционный портфель, который позволит на горизонте 3-4 года просто удвоить капитал. Многие скажут, что ожидается очень высокая инфляция, что процентные ставки еще могут расти. Но суть в том, что когда мы говорим про высокую инфляцию в стране, да, сильная и разрушительная инфляция, она, то есть высокая инфляция, она не бывает продолжительной. Потому что у нас Центробанк занимает достаточно жесткую денежно-кредитную, ну, позицию по денежно-кредитной политике. И поэтому получается, что даже если будет инфляция, ее достаточно быстро удастся погасить. А вы сможете использовать. И если ожидать, что, например, в течение 5 лет инфляция в стране придет к свою норму, там в район таргетируемого уровня 4-4,5%, то в этом случае, да, будет немного неприятно в следующий год-два, когда инфляционные риски могут быть достаточно высокие. Но долгосрочно вы сможете в инструментах денежного рынка, денежного рынка, то есть инструменты с фиксированным доходом защитить свои денежные средства от инфляции. Это большая редкость, которая бывает не так часто, когда инструменты с фиксированным доходом обеспечивают доходность положительную к инфляции в более или менее долгосрочном периоде на горизонте в 3-5 лет. И поэтому также есть ссылочка на наш продукт по облигациям, по мастер-классу по облигациям, по тому, какие облигации сейчас имеет смысл добавить в свой инвестиционный портфель, также в описании к данному видео находится. Проходите, смотрите, забирайте. У меня сегодня на этом все. На связи был Максим Петров. До свидания, удачи, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok